Как известный аэрофотограф, я поставил перед собой задачу запечатлеть захватывающую дух красоту лодочных маршрутов сверху. Я даже не подозревал, что мое следующее задание приведет меня к тому, что я стану свидетелем поистине замечательного зрелища лодочных троп, напоминавших замысловатые произведения искусства. Паря над водой в небольшом самолете, я смотрел в объектив камеры и восхищался завораживающими узорами, оставленными высокоскоростными лодками. Тропы извивались и извивались, создавая формы, которые с моей точки зрения казались почти сюрвиалистическими. Мое внимание привлекло одно конкретное образование след, который жутко напоминал массивную анаконду, свернутую в идеальную восьмерку. Мое сердце колотилось от волнения, когда я снимал это невероятное зрелище на пленку, яркие оттенки воды контрастировали с белоснежной тропой лодки. Продолжая документировать эти природные шедевры сверху, я не мог не восхищаться креативностью и артистизмом, непреднамеренно проявленными этими высокоскоростными судами. Каждая тропа рассказывала уникальную историю, плетая свое повествование в водное полотно. Поделившись своими фотографиями с миром, они быстро привлекли внимание и похвалу за поразительное сходство с произведениями искусства. Люди были очарованы гармоничным сочетанием природы и человеческой деятельности, превращающим обычные лодочные маршруты, в необыкновенные визуальные впечатления. С помощью своего объектива я не только сделал потрясающие снимки, но и по-новому оценил красоту, которая нас окружает, даже в неожиданных местах. Лодочные тропы возможно были мимолетными, но их влияние как реальных произведений искусства останется в сердцах и умах всех, кто их видел. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.